Это местечко Брыкенбор, которое расположено на территории Окского биосферного заповедника. А это речка Пра, которая течет рядом с Брыкенбором, который расположен на территории Окского биосферного заповедника. А вообще все это мещера, в которой и находится Окский биосферный заповедник, в котором находится местечко Брыкенбор, рядом с которым течет речка Пра. В Брыкенборе заканчивается асфальт и вообще какие-либо дороги. Ведь мещера – настоящая среднерусская тайга, и пройти ее можно только по воде. Мещера не просто удивительно красивое место в средней полосе России, но и богатейший природный край, бережно охраняемый человеком. Тысячи лет тут ничего не менялось, и все живущее здесь зверье чувствует себя вольготно и в полной безопасности. Правда, время это времени появлялись и новые соседи, как, например, когда-то, 20 лет назад. Эту историю нам рассказала научный сотрудник Окского биосферного заповедника Татьяна Кашинцева. Тогда, в 80-м году, специальная экспедиция собрала в Якутии яйца из гнезд диких журавлей-стерхов. Так, в Брыкином бару появились первые стерхи, которые через несколько лет уже сами дали потомство. Его выращивают здесь, чтобы сохранить исчезающих птиц. В 1979 году у нас начались первые работы по содержанию журавлей в неволе. И начались они с того, что из гнезда серых журавлей, которые гнездятся здесь, неподалеку от территории Окского заповедника, было взято яйцо. И оно инкубировалось в инкубаторе. Из него вылупился птенец. И птенец этот, наш первый птенец, которого выращивали здесь питомники. Его зовут Брык. Он и до сегодняшнего дня жив, здоров и, в общем, хорошо себя не только чувствует, но отлично выглядит. Красивый очень получился из него самец серого журавля. Кроме вот этого брыки, серого журавленка, в этом же году в питомник попал стерх Джордж и стерх Сови. Джордж тоже яйцом, которое было взято из гнезда диких стерхов. А Сови, у него история была такова, что этого птенца, этот птенец в тундре отбился от своих родителей и был подобран человеком. Гнездящуюся пару в тундре находят спиртолеты и прямо из-под мамаши берут одно яйцо. Обычно их в гнезде два, но выживает один птенец. Мы потом еще расскажем, почему. Яйца сразу же кладут в теплое место и двое суток везут сюда в питомник. Везти надо очень осторожно, соблюдая температурный режим. Как же это удается? С помощью грелок горячей воды. Все очень просто. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Но ничего не поделаешь, дорогие мои птички. Кто-то ведь должен свой род продолжать и популяцию приумножать. Скажите спасибо, что добрые воспитатели вам крылышки не подрезают. И вот стерх Нанки тем и воспользовался. Благо сетка вольеры от дряхлости в один прекрасный день возьми да лопни. Так и не смогли поймать беглеца. Пожил он немного на вольных хлебах речки Пры и исчез. Думали погиб. И каково же было наше удивление, изумление и радость, когда мы получили из Международного журавлинового фонда сообщение о том, что в Турции пойман наш Нанки. Подробности этой поимки мы еще пока не знаем. Но знаем одно, что стерх, видимо, перезимовавший на обратном пути уже в весеннюю миграцию, или отбился от стаи, или, возможно, может быть, его постигла какая-то неудача. И один турецкий крестьянин его поймал и передал местному любителю птиц на содержание. И вот он провел фактически две зимы у этого человека. Сейчас мы с ним связались, и он готов передать стерха к нам опять в питомник. Но интерес вообще всей этой истории состоит в том, что стерх, который никогда не общался с дикими журавлями, каким-то образом сумел присоединиться к стае пролетных серых журавлей. Дело в том, что здесь, рядом с заповедником, на территории его охранной зоны, существуют осенние скопления серых журавлей, которые передатлетные скопления, когда они собираются в большие стаи семьи, и уже большой стаи летят на зимовку. Видимо, птица, которая выросла на питомнике и видела в том числе, кроме стерхов, еще и серых журавлей, вот она сочла, что это его родственники, знакомые, и присоединилась к их стае, они его не прогнали, и благополучно совершила миграцию на зимовке. И вот только на обратном пути, уже во время весенней миграции, что-то случилось такое, что, в общем, не позволило ему долететь до мест гнездовий. В инкубаторе гробовая тишина. Человеку голос тут подавать нельзя. Птенец может не так понять и запутаться в вопросе, кто есть кто. Ведь первый крупный движущийся предмет он воспринимает за родителя, коим вы можете остаться для него на всю жизнь. А этого допустить нельзя. Журавлей, как только они подрастут, выпускает на волю. И если они становятся ручными, то могут даже влюбиться в своего воспитателя. Было такое в заповеднике. И мы вам еще расскажем историю одной потрясающей любви. Для выращивания журавлей в неволе был разработан специальный метод их воспитания. Изолированный. В смысле, от человека. Из этого яйца вот-вот вылупится новый гражданин Брыкиного Боры. Как его назовут? Брыка уже есть. В природе только что вылупившиеся птенцы уводятся родителями из гнезда, сразу как обсохнут, то есть через несколько часов. И больше никогда не возвращаются назад. Кстати, из двух отложенных яиц, как правило, выживает только один птенец. Тут все. И межптенцовая агрессия, и суровые условия тундры. А это специальный наряд, который должен обмануть малыша. Японский скульптор сделал точную копию головы взрослого стерха. Кстати, отличить самку стерха от самца стерха практически невозможно. Этому журавленку всего четыре дня. Но он уже такой шустрый, что накормить его целая проблема. Кормят птенцов особой журавлиной пищей. Смесь творога, яйца, комбикорма. Один только комбикорм есть не станут. Губа не дура. Вернее, клюв не дурак. Раз тут журавлята быстро, всего чуть больше месяца проведут они в питомнике. После чего их повезут выпускать в большую жизнь. Случится это в Тюменской области, где находится небольшая популяция стерхов. Почему не в Якутию? Далековато от Рязани. И так воспитание одного цыпленка вместе с транспортировкой обходится в 26 тысяч долларов. Стерхи очень территориальные птицы. Это у них крови. На то имеются причины. Чтобы вырастить потомство и продолжить свой род, необходимы большие территории. С кормами в тундре туговато. Чувство территориальности соседствует у стерхов с повышенной агрессивностью. Не любят они соседей. Ну, прямо терпеть их не могут. А крик у стерха и громкий, и в то же время мелодичный. На то расстояние, на которое он слышен, и распространяется гнездовая территория пары. И когда они гнездятся, к ним лучше не подходить. Дом хороший, хороший. Ну, вот сейчас они все время угрожают, и если войдет, то тут же начнут бить. А если чужой зайдет вдруг? Вообще, наверное, так, да? Нет. Я думаю, чужой вызовет немножко, так сказать, реакцию их замешательства. Потому что они не знают, что от чужого ждать. От нас они знают, как мы себя ведем. Мы стараемся уважать их территориальность и как можно меньше вообще их беспокоить. И по-свойски могут сразу же клены. Да, да, да. И они уже четко знают, что мы их не тронем, что мы не будем ничего плохого с ними делать. Поэтому они на нас нападают часто даже. В сезон размножения, когда приходится с ними работать, вот и яйца там забирать, или еще что-то. То есть, когда они особенно агрессивны. Ну, это все в синяках и ссадинах. Это обычное дело. Но работник, питомник Журавлина, он должен хорошо это понимать, что надо уважать их территориальность, уважать их чувство такое... Достойко независимости, да? Да, да, независимости. Чувство хозяина, я бы сказала, вольеры. Хозяина вот этой территории. Вырастить человек его может, но стерх вырастает, как бы, по менталитету становясь человеком. А вот и последняя, обещанная нами история. История любви. Самка стерха, выращенная в питомнике, избрала своим супругом, нашего заведующего питомником, тогда Владимира Григорьевича Панченко. И проявляла, так сказать, все признаки, да, вот, любви и уважения к этому человеку. В его присутствии начинала танцевать, строила гнездо, ворковала, то есть, всячески проявляла себя хорошей мамашей и примерной супругой. Но стоило появиться в это время какому-то другому человеку, она тут же, вот, например, я, когда входила в вольер, она тут же набрасывалась на меня с такой агрессивностью, то есть, вот, как к врагу, то есть, прогонялась со своей территории. Целых двенадцать лет длился этот любовный роман. И что только не делал Панченко ради того, чтобы возлюбленная свела гнездо и высадила птенцов, водил к ней женихов, сам ходил вокруг нее журавлем и серенадой журавлийные пел. До тех пор, пока неприступная невеста не сдалась. Вот такие они, гордые, независимые, красивые птицы, журавли-стерхи. Их осталось совсем немного на нашей планете. Есть опасения, что существующая численность вскоре может привести к исчезновению этого вида. А разве стерхи и любая букашка на земле не имеют такого же права на жизнь и существование, как и человек? И мы должны помогать выживать своим братьям меньшим, соседям нашим по общему дому, который называется Земля.